Тексты Керолы, Акадонийские тексты Гора и древнюю азербайджанскую магическую акульную философию в письменном и устном варианте. Мы смогли сохранить Мугам. Это очень важно. Сам был. Потому что в Мугаме сохранились все наши акульно-эзотерические, космогатические и эскатологические. Сейчас некоторые принципиозные теряются. Все древние знания магов, они как бы зашифрованы в Мугаме. И то, что если нам удастся дошифровать Мугаме, то есть его мелодическую, мелочную форму. Снимая с него мелочную форму, мы вычленяем чистый логос. То есть чистое знание древнее магическое, оккультное, логосное знание. Первое слово абсолютно. То есть первое слово, первое слово, которым был создан мир. Вначале было слово. Слово было у Бога. Этим словом Бог создал мир. Вот это первое слово, оно и заключено в Мугаме. А из этого первого слова вышли все остальные. И учения, и философия, и религия. То есть слово расчленилось на разные уровни, прослойки и так далее. Это изотерит в духовном плане. Один уровень – это религия. Второй уровень – это философия. Третий уровень – это метафизика. Более глубокий уровень – это оккультные знания какие-то. Изотеритики. То есть слово, оно расчленилось в дальнейшем. Но изначально оно было единым. Целостное слово. Вот это целостное слово, оно и заключено в древние азербайджанские маги, зная прошлое и будущее, имея магические возможности выходить из пространства и времени. Естественно, они видели перспективы человеческой истории, и Азербайджан в том числе. И прекрасно знали, что многое будет утрачено. И письменные знания, и устные знания, и древнейшие азербайджанские оккультные храмы. Центры – это такие, Кабустан, Атачкяк и более древних, которых еще нет. И остатков не осталось. Зная все это, они зашифровали это и закодировали в гены азербайджанского народа. Поэтому сегодня даже пятилетний азербайджан, живущий где-то в районе города, он поет в этой школе, не получив ни вокальную, ни мугаму. Я согласен. То есть это закодировано в генах. И так как азербайджанцы поют мугаму. Ни перцы, ни индусы, ни другие арабские. Есть ли у нас такие вот… Сейчас вполне можно видеть. 70% вообще не чувствует, что нет генов. Азербайджанцы – нет генов. Поэтому… Вызывает некое отторжение. То есть это говорит о том, что уже перекодирование идет. Почему наступает такой момент, как говорил Гумилёк? Т.е. в критическом состоянии этноса, его активные силы, активные силы он называл… Пассионарные силы. Пассионарии, так называемые. Они возрождают свой этнос, благодаря изучению его, так сказать, древних корней, выявлению тем самым его внутренней потенциальной силы. Благодаря этому этнос живет дальше, в следующие века и так далее. У нас сейчас такой период, что это пока еще не происходит, а деградационные силы… Деградационные силы… Деградационные силы опережают пассионарные силы. В каком плане? В плане реализации. То есть они проводят евровизионные мероприятия, они проводят какие-то концерты, они проводят системы образовательные свои. То есть в реальном плане. А у нас это еще как бы в потенции. То есть мы это знаем, это сознаем, но реализовать это во внешнем виде, то есть в виде книг, в виде какие-то мероприятия, в виде создания каких-то школ, институт по изучению, институт Мугам. У нас не должен быть какой-то международный центр Мугам. Это концертная площадка. Концертная площадка. Надо создать академию Мугам. Институт Мугам. Куда даже привлечены и философы, и крупные ученые, и историки и так далее. Потому что Мугам нельзя изучать только с позиции музыкальных позиций. Мугам не принадлежит только музыкантов. Может быть даже в меньшей степени музыкантов. В меньшей степени музыкантов. Мугам принадлежит философам, Мугам принадлежит мистикам, аккультистам, историкам древности Азербайджана. То есть надо создать комплексный академический институт с привлечением самых выдающихся сил во всех сферах человеческого познания. Там должны быть и математики, и физики, и психологи, и психологи. Все связаны в духовном процессе человечества. Изучение становления древних человеческих рас. Начиная с лимонов и так далее. Со всех этих точек зрения каждый должен изучать Мугам. В своей сфере. Давать свою интерпретацию. Из позиций чисел, из позиций математического выклада. Ведь математика – это тоже магическая наука. Есть мистическая математика, есть оккультная математика. Мугам, он состоит из чисел. Он весь базируется на числах. Это мистические числа. Они связаны с космосом. То же самое… То же самое… Вот такой институт мы должны создать. А у нас Мугам занимаются только музыка. Абсолютно согласен. Но не будем как принцип в любом деле. Не говорить, что нужно делать. А говорить, что ты можешь сделать. Что каждый из нас… Для начала я считаю, что мы должны создать духовные центры по изучению Азербайджанской древности. Назовите его «Карбустан». Потому что «Карбустан» это действительно все является одним из самых… Или «Карбустан» это «Карку»? Да, да. «Карку». То есть официально какой-то получить адрес. Там зарегистрироваться. То есть действительно. Как общественная организация. Очень хорошо. Очень хорошо. И привлечь в этот центр именно тех людей, которые… Основная целью их творческой жизни является… Азербайджанской древности. И во-первых, «Карбустан»… Да. Чтобы «Карбустан» занимается. Это может быть и математик, это может быть и физик, это может быть и историк и так далее. Чем больше разнопрофильных ученых мы привлечем, тем больше ценной информации мы получим. На стыке. Вот стык, бывает стык. На стыке многих наук мы сможем раскрыть сущность. Потому что науки уже перерастают сами себе. Математика становится параматематикой. Химия становится парой химии. Все превращается в метафизическое. Метаматематика. Уже математики, они крупнейшие мировые математики, они становятся метаматематики. А в «Мугам» это есть метамузыка. Это металлобус. А мы отдаем это на растерзание. Развлечение. Развлечение.